Скажите, а когда вы собирались уезжать из страны, она сразу одобрила ваше решение? Нет. Она понимала, что нельзя меня остановить. Она понимала причины, она была свидетелем того, что мы, в общем, перетерпели, будучи популярным ансамблем «Леси песни», я во главе его. Но это опять другая уже длинная история. «Леси песни» – это какие хиты, например? Прощают всех вокзалов. Да ладно? Конечно. Хочешь, я в глаза взгляну в твои глаза. Так это же Славик, да? Конечно. Конечно. Все первые песни эти я аранжировал, мы записали. А не Валериан же пел. Потому что нас никуда не пустили, ни на радио, никуда. Мы же никогда не были нигде. И поэтому мы не пели ничего комсомольского. Поэтому Лева, конечно, он же радийный человек был. И Славка с ним записал ее. И, кстати, я тоже писал аранжировку для мелодии. А нет, не этой песни. А я писал все, что в жизни есть у меня. Потому что тоже Лева ее спел. Да, конечно. Все, в чем радость. Да. Так это твоя аранжировка. Да. Вот. И мы вот эти песни, мы спели их, сочинял сапожник песни целый день. Тухмановский. Когда это было, когда это было. Да ладно. Пластинки выходили. Так что Тухманов. Это тоже стоило. Да, Тухманов, конечно. По волнам моей памяти. Даже гиганты были. Пластинки выходили у нас. Огромный тираж пластинок. Но... И ты не пел это? А кто же там пел тогда? Там Игорь Иванов пел, Владик Андрианов. А, так Иванов оттуда. Да, очень хороший. А Старбов тоже там же, да? Это позже. Это когда я уже уехал. Уже после вас, да? Да. О-о-о-о. Да, у нас был такой. Мы играли Чикаго. Мы любили вот это все. Мы играли джаз. Мы играли... У вас дудковый, да, был? Да, у нас был труба, тромбон, саксофон. У нас был такой состав. У нас многочисленный состав. И на тот момент, да? И потом, кстати, Бунием, когда приехали в первый раз, а мы были в Ярославль на гастролях с Лесей Песней, мы собирали сумасшедшие стадионы. Мы... На нас ломали двери, на нас выламывали окна. На нас есть песня? Да. Мы делали... У нас... Мы столько концертов работали, сколько хотели. У нас биток такой был везде. И однажды в Ярославле, когда я про Бунием вспомнил, мы были на гастролях, это был первый раз, когда я сорвался с концерта, уехал в Москву, в театр эстрады, хотел увидеть Бунием своими глазами. Они без меня выступали там. Я свалил в Москву и смотрел Бунием, да. А что бояться, когда у нас проблемы, когда у нас не телевидение, ничего, когда нас снимают гастроли, еще что-то. А за что у вас снимают гастроли? Вы же не антисоветчики никакие. Ну, мы ничего советского не пели. А Добрынин что, не... Нет. А, вам надо было... Я имею в виду, надо было петь, конечно. Конечно, нужно было комсомольские песни, это же вокально-инструментальное наше все. Это нас пели, великое дело. Ну, не хотели мы. Ну, подождите, это же еще не проблема, из-за которой бежать из страны. Работа какая-никакая есть, деньги какие-никакие есть. Ну, сынка мы его не взяли, например, в детский сад. Рядом с нами там был Мидовский. Хотя Жора Горонян просил, все просили. Не взяли, потому что у нас нет еврейских детей, говорит, в детском саду. Это я клянусь вам, чтобы я так жил. Я это услышал сам, своими ушами, от директора детского сада. Это возможно. Ну, хорошо, сейчас та же ситуация, тут детей надо записывать за несколько лет до рождения, чтобы они попали в детский сад в три года, но люди-то из-за этого не уезжают. Ну, по другой причине-то. Тогда причина была другая. Тогда, ну, как слово... Ну, все-таки пятый пункт, да? Ну, да, это было пощечино на твоем лице, все равно, так или иначе. Хотя в открытую ничего такого даже. Не, ну что вы, у нас толерантное государство какое-то. Нет, это одна из причин. Хотя я должен сказать, что от русских людей я в жизни видел, наверное, больше добра, может, в процентном отношении просто, соотношений, больше хорошего, чем от еврейских людей. Ну, да, серьезно, ну, так в жизни сложилось, но я все равно это на себе ощущал. И, кроме того, с коллективом, что были постоянные препятствия у меня в работе. Ну, очень много чего давило, и морально давило. И два года тебя проверяли, или год? И потом решили мы уже, что нас точно не отпустят. Вот, начались сильные такие препятствия возводиться для отъезда. Многие отказывали, очень много отказников было, и мы решили, что нас не отпустят никогда. 79, то есть 80. 80. И все-таки однажды мне позвонила жена, и говорит, нам звонили вчера из Амиры. Прошло два года уже. Я бросил Леси Пейска. Два года, да. Я уже, я не мог в коллективе работать, потому что я, это пятно на них. Да, конечно. И я начал подрабатывать, мы уже нуждались. Мы заложили квартиру, мы заложили машину, у нас ничего не было. И вот, я начал подрабатывать, я был на гастролях, я повез Красные Маки и ансамбль, по-моему, даже Леси Пейска тоже повез на гастроли куда-то в Ташкент, куда-то еще. Я к Йола с нами работал тоже. Я привез их туда, это один из таких туров был. Я зарабатывал, я администрировал, меня знали все директора филармонии, потому что я до этого везде проехал. Мы всем платили. Да, платили.